Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения и сегодня я вам покажу то, чего вы давно не видели, потому что таких боев лично у меня, я не вспомню ни одного боя. Этот бой по праву можно назвать самым долгим, самым длинным в истории Блица, я по-другому не могу выразиться, смотрите, что происходит в самом начале. Хрен пойми какая раскатка, два 215 едут вроде как на кости или помогать своим средним танкам, Вафли не может заехать на ПТ-позицию, я реально понадеялся, думаю, 215Б, зачастую на них катают реально скилловые ребята и вот мой шанс, в принципе, я их поддержу, я поеду. Еще я плюс ко всему катаю на том самом орудии, в котором два снаряда, на котором я так и не понял на тот момент смысл вообще игры на нем, когда есть более ДПМная. Смотрите, врываемся, вроде как даже кого-то высвечивает, Вайм Викерс тут всех раскидывает и ВЗ-121 снизу. Ехать наверх, ребят, вот категорично нельзя, потому что там две ПТ-САУ и еще не самые такие, что прям безобидные фачинские вафли, которые в принципе пробивают нас, у вафли там супер-мега вот это вот турбо выцеливание, поэтому нет. Думаю, постою, посмотрю, что будет происходить дальше, ведь в засвете больше никого нет. Появляется Е100, насколько я вижу, но тяж, по крайней мере, а и Е75, прошу прощения, бунтарь, разбунтовался и Е75, и будет ли первое пробитие в борт? Да, 396, очень жестко, не прошедшая альфа, и сразу же меня здесь наказывает, ВЗ-121, охренеть, какая альфа у него прошла, да, 430, обидно получать такое от СТ-шки. Ладно, пороть горячку, въезжать, а там щивать, мстить, я, конечно же, не буду, буду дальше наблюдать, что происходит. Не наш долгожданный СУ-122-54, который, ну, не догадался уехать, отправляясь в ангар, и счет 1-0 в их пользу. Лечу, думаю, сейчас надо встречать Е5, возможно, Е75, которое уже объехали, и просто в корму, ну, лично мне получать не хочется. И вот как предвидел, ребята, я как предвидел то, что их замысел, то, что они будут с этой стороны, посмотрите, Е75 получает и не пробивает следующим выстрелом. Да не то, чтобы не пробивает, он не успевает выстрелить. Вот этот плюс, вот то самое невероятное, невероятный кайф и преимущество этого ручи, что ты за 1,7 секунд успеваешь дать 900. И если речь идет особенно про шотный танк, он и зачастую просто не успевает даже сообразить. И 500, к сожалению, фейлил, зафейлил второй выстрел, господи, попадаю в землю. Т110Е5 имеет нормальное пробитие на аккумулятивных снарядах. И что он будет делать дальше, честно говоря, мне не совсем понятно. Есть надежда взорвать бою кладку, как же я хочу это сделать, посмотрите, он ее не чинит, по всей видимости, ремок уже не осталось. И голдыща не пробивает голдыщей. А вот здесь дальше йог вашего покорного ютубера, к сожалению, заходит не совсем удачно. Ну, потому что руки, руки через жопу настроены, поэтому вот такой выстрел из аркадки, ребят, к сожалению, не предел мечтаний. Ну, Е5 еще вытворяет это просто. Ну, сейчас, возможно, был ошибочный нажат, ошибочный выстрел. Бывает такой часто, особенно на сенсоре. Ладно, сочтем это просто за какое-то, знаете, за обстоятельства, которые сложились не в пользу Е5. Все, едем дальше. 2024 хп у меня осталось после того, как я разобрал два тяжа. Ладно, полтора тяжа я разобрал и остается 2000 хп. Наша команда выигрывает, но там две ПТшки до сих пор. И где-то шая ехается М6, тоже такое же, как и мы. Опасно ехать, ребят, опасно ехать, когда мне за свете ПТш тоже сейчас будет происходить. Я освечусь и на 640 вафли меня не пробивает. Тем временем 3396 нанесенного дамага. Уже, в принципе, можно сказать, средуха отбита. Ну, по крайней мере, я стремлюсь к отметке в 3000. Я думаю, что в ближайшее время все-таки получится это сделать. Но все-таки, несмотря на этот эпичнейший бой, я выберу орудие, которое на три снаряда. И вам советую, кто до сих пор еще не последовал совету, все-таки попробовать. Здесь я понимаю, что Йох будет прокатываться, наверное, где-то за домиками. И да, так он и сделал. Я просто не смогу его выцелить. И тут приезжает Фачинский сзади. Хочет, наверное, нагрянуть, как понос. Но у него это не получается. Два снаряда в барабане. 900 потенциальный единиц урон. Он мне на два барабана, как минимум. И опять, да господи, куда вы стреляете, ребята? Может быть, пинг. Может быть, лосс. Может быть, что-нибудь еще. Все, что угодно. Но выстрел был очень странным. Вероятно, всего было случайно. Смотри, выталкивает. Им не получается у меня остаться в корме. Точнее, в борту этого танка. Но не пробивает. И сейчас, думаю, заряжу-ка я лучше нахрен кумуль. Потому что, видите, оно полурозовое, полусерое. Может не пробиться. Посмотри, я разбираю Фочинского без потери ни единого ХП. Мастер настоящий. И 4 984 урона есть уже. Прошу обратить внимание. Ребят, я все это время болтал специально для того, чтобы вас как-то отвлечь. Минута до конца боя. Чтобы вы понимали, союзный тяж где-то вообще непонятно был все это время. Он потерял 150. Точнее, он потерял 2 200 ХП. Естественно, его забрали. Потому что выпираться с очками прочности равными 150 на фульную вафлю. Но это надо быть полным танкистом. Здесь я, смотрите, здесь я предпочитаю забрать Йоха. Потому что все-таки потенциально косарь дамага, выданный за 2 секунды, впитывать не хочется. Вафля пробивает. Как это может быть вообще? 20 секунд до конца боя. Ребята, 20 секунд. Вафля еще раз пробивает. У него 1103 ХП. Вы понимаете, что если я буду заряжать ББшкой, я его не заберу. 15, 14. Вы посмотрите, что сейчас будет бориться. Я заряжаю осколочный фугас, и он проходит, и вторым выстрелом. Он просто догорает. Вы понимаете, насколько это было круто. И кто-то скажет, тебе повезло. Нет, ребята. Нет, доли везения, конечно, есть. Потому что мы знаем все вот эти вот плюс-минус 25, пробитие, не пробитие. Но я стрелял именно в двигатель. Именно в пожароопасный слабый двигатель вафля. Естественная медаль мастера воина основного калибра Редли Волтерса. И 6500 урона. Пока для меня это максимум, что я настреливал на этом танк. И по опыту, кстати говоря, тоже. 1663. Очень круто. Вафля, между прочим, ребята, имеет 43% и настреливает 5382 урона. Вот это к разговору о 40% чуваках, которых мы иногда не совсем правильно оцениваем. Вот вам, пожалуйста, 5300 чувак накидал, стоя практически на одной позиции. Е5, который жил до конца, ну не до конца, а до середины боя, тоже имеет такой же процент побед. Но он абсолютно не сделал ничего. Вот насколько бывают разные танкисты, насколько сильно отличаются их умения и понимания игры. 2215, на которых я понадеялся в самом начале, действительно играют более-менее нормально. Но в этом бою, если честно, я их даже не видел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно оценивайте это видео соответствующим образом. А у меня на этом все. Всем пока-пока.